Может представлять опасность для общества. Инвалида-колясочника из Челябинска, которого подозревают в вербовке в ряду террористов, оставили в СИЗО. Амир Гелязов просил отпустить его под домашний арест. Но Челябинский областной суд продлил меру пресечения и оставил инвалида за решеткой еще на два месяца. Подробности у нашего корреспондента. И лечение действия для меня никакого не проводится вообще, потому что мне нужно пресечить лечение. И мне нужно пресечать в год. Обвиняемый 45-летний Амир Гелязов уступает по видеосвязи. Его адвокат убеждал суд, что заболевание, которым страдает подзащитный, не позволяет Гелязову находиться в условиях тюремного заключения. У него это заболевание прогрессирует. Он не излечился. В условиях этого учреждения, даже в условиях лечебно-профилактического учреждения ЛБО СТБ-3, он находиться не может, поскольку ему нужен постоянное наблюдение, постоянный уход за ним. То есть вплоть до того, что его нужно переворачивать каждые полчаса. Напомним, речь идет об инвалиде-колясочнике, который, по версии сыщиков, подозревается в участии в террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Как считают следователи, мужчина вербовал людей через интернет. По решению суда Гелязова арестовали 23 октября. По мнению прокуроров, мужчина якобы может представлять опасность, если его отпустить под домашний арест. Улиная более мягкая мера пресечения не сможет комментировать на ближайшее поведение обвиняемого на период предварительного следствия, поскольку предполагаемые деяния связаны с использованием сети интернет, в связи с чем при избрании более мягкой меры пресечения Гелязов может оказать явление на свидетелей, давших в отношении него показания, также может уничтожить доказательства. Суд принял решение не менять меру пресечения инвалиду. Руководствую статьями 379, значками 13, 15, 22, 28, 33 УПК РФ, суд апелляционной станции постановил. Постановление Центрального районного суда города Челябинска 23 октября 2018 года в отношении Гелязова Амира Шугайковича изменить из-за писательной мотивированной части и исключить в указании суда на наличие оснований полагать, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей. В остальной части это же постановление оставить без изменения. Апелляционные жалобы обвиняемого адвоката Феткина без удовлетворения. Теперь Амиру Гелязову остается только подать касационную жалобу, если он не согласен с продлением ареста, иначе ему придется отбывать срок в СИЗО. Юлия Валеева, Рустам Яхин, 31 канал.